Плачь, плачь, о мать слезы, Жаль, злое время, о матерей. Владимир Никитин, член-корреспондент Петровской Академии Наук и Искусств, хорместер Кубанского Казачьего Хора, регент Екатеринодарской Духовной Академии, художественный руководитель творческого объединения духовно-исторической и казачьей песни «Слава России». В Анапе перед казачатами он выступает 6 лет подряд. Стимул есть. Все казаки в битвятой паре. Пахетонов ворогом вышел навстречу. В ими и равном бою устроил и всечу. Когда видишь глаза мальчишек и девчонок, когда они загораются духом патриотизма, желанием подражать этим людям, хочется еще больше творить. Я бы посоветовала каждому посетить этот концерт, чтобы понять, что такое для нас отечество, прошлое нашего отечества, потому что без прошлого нет будущего. Владимир Борисович работает в стихотворно-палатном жанре. В песнях отражаются исторические события всей России, история казачества, а также биографии великих людей, от прославившихся военачальников Руси до рода романовых. Александр Невский, Дмитрий Донской – это все наши предки. Как они завоевывали победы, как Ермак завоевывал землю для нас, для России. Все это в стихах и в песнях лучше воспринимается. Детям это нравится. Раньше былиные баллады писали о богатырях земли русской. Переворачиваем страничку в несколько веков, и вот уже наши современники смотрят на нас из баллад Никитина. Это военнослужащие Андрей Туркин и Александр Прохоренко. И даже звезда советского спорта Виктор Шувалов. Жанр весьма необычный. Что меня поразило в его жизни, в 90-х годах он продал свою медаль, чтобы выжить. И вот в 2014 году Владимир Владимирович Путин вызвал юбиляра в Кремль. Прислал за ним машину. И в Кремле, после того, как наградили молодежь, Владимир Владимирович пригласил Виктора Григорьевича Шувалова. Шувалов увидел в руках Путина медаль, которую он продал в 90-х годах. И Владимир Владимирович вручил ему эту медаль. Извинился за то, что были такие годы тяжелые, лихие. Но медаль отыскали в Соединенных Штатах и вернули юбиляру. На данный момент у Никитина 18 изданных книг, 30 песен и кантат, а также хоровых циклов. Основной посыл – любовь к Родине, Отечеству, Богу, Матери, преданность нашей земле, патриотизм. Говорит завершение выступления Никитин. Два его произведения даже включили в учебную программу седьмых казачьих классов в Анапе. Анна Жукова, Роман Беркалиев. Анапа. Регион.